Я Ярослав, экологический активист, он участвует от очень многих общественных компаний. В данном момент идет компания «Защита парка на волосе живописной» и также Ярослав участвовал в компании по защите химикатского леса. Ну и в целом, я думаю, что опыт активизма Ярослава, он очень большой, он с удовольствием и поделится от успехов до не всегда удачи, а может и всегда. Конечно, всегда удачи, но я начну с критики предыдущего докладчика, потому что, ну, на самом деле, не совсем, но вообще общественный активизм — это когда вы подходите к незнакомому человеку и говорите, что он сейчас обязан вместе с вами выйти и защищать парк рядом с вами, или идти сейчас на митинг. Поэтому общественный активизм — это, собственно, переключение людей с привычной им среды обитания, привычных действий на что-то совершенно новое, но очень важное, потому что это, ну, то есть, есть профессиональная деятельность, к которой уже все привыкли, а активизм — это действительно что-то новое. Вот. И тут говорится про технологии участия. Ну, как волонтеры участие достаточно простое и понятное. То есть вам скажут, что надо делать. Вот. И у меня поэтому прежде всего про организацию, потому что это значительно сложнее, чем применять какие-то свои простые, там, профессиональные свойства и так далее. Составляющая, пришел к таким простым вещам, то есть это организация публичных акций, юридическая работа, работа со СМИ, работа с соцсетями и физическое предсоставление на месте. Если у кого-то есть дополнения какие-то очень важные, то можно сказать, что это тоже будет интересно. Фандрайзинг есть. Фандрайзинг. Да, соответственно, в моем личном опыте это очень мало. Хотя кто-то это больше использует, но, в общем, как-то, да, ну, в принципе, это тоже правильно. А политическую партию, наверное, это как-то может? Или какой-то, 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 какой-то... Политическая работа, ну, в принципе, да, тоже, наверное, можно. Ну, хорошо. Соответственно, мы, как правило, боремся против чего-то, ну, по крайней мере, у меня такой опыт, вот, у кого-то может быть другой, ну, или за что-то. Это, в принципе, одно и то же. Вот, или против стройки, можно говорить, за акталлогию. Поэтому причины остановки вредных проектов бывают юридические, бывают политические, особенно перед выборами, чтобы унизить электорат. Да, ситуация каждый раз меняется. Бывают физические, когда просто не дают строить. Ещё очень важна публичная огласка. Вот, мне кажется, она, может быть, чуть менее важна, чем вот эти две, например, или даже эта. Но вот юридические и политические, они, конечно, гораздо сильнее могут работать именно с публичной оглаской. Далее. Каждая успешная компания побеждает по-своему, все проигравшие компании проигрывают одинаково. Ну, то есть, если мы проанализируем, кто победил, то зачастую там у этих судебное решение было, у этих был огромный митинг, и причин может быть множество, а у этих перевыборы. И ситуация очень сильно меняется от группы к группе. Вот, а о победивших компаниях мы, как правило, знаем меньше, потому что мы знаем в основном о тех, которые делились долго и работали со СМИ. То есть, если люди там вышли и за две недели всё победили, то мы про них не узнаем. Это тоже важно понимать. Задача компании, поэтому, в связи с предыдущим, это найти самое уязвимое место противника, наращивать свои ресурсы и оказывать давление. Вы не знаете слабые стороны противника, особенно в начале, и вы не знаете, в чём вы сильны. В день и публичной компании это давление по всем направлениям. Усиление там, где больше всего поддаётся. Ну, потому что есть стереотипы, что все суды проиграют, или там на митинге никто не обращает внимания, но я пришёл к выводу, что работает или так, или так, и важно именно давить по всем направлениям и смотреть, что конкретно работает в вашей компании. А, извините. Так. Соответственно, начало компании. Самое простое — это создание группы в соцсетях, и у вас уже будет первичная база волонтеров и активистов, потому что все интересующиеся проблемы, они будут искать это. Это будет точка концентрации информационных ресурсов и тех, кому она важна. Это двусторонний канал коммуникации, то есть вы не только постите, там, сообщили в газету, вот, или наклеили листовки, но вы видите, кто больше всего лайкает, кто распространяет, и с этими людьми общаетесь. Это прекрасный способ находить волонтёров. Ну и помимо групп в соцсетях, это внешняя коммуникация, создавать каналы внутренней коммуникации, это, может быть, электронная рассылка, сейчас немножко меньше, но тоже очень удобно. Секретная группа в ФБ или ВКонтакте, чаты в Телеграме или в ВКонтакте, ФБ чаты, вот, там тоже своя специфика, но удобно пользоваться с компьютером, в отличие от WhatsApp, например, хотя многие группы там, ну, когда у вас уже больше, чем два. Соответственно, создать петлицу, это тоже очень важно. В основном на Change.org создают, вот, и ROI, как бы, чисто технически, там гораздо сложнее, и в результате этого гораздо меньше людей этим пользуются. Соответственно, петиции надо качественно, достоверно излагать проблему, чтобы люди хотели подписывать и распространять. Ну, и мы видели множество не очень хороших петиций, которые не очень хочется подписывать, и тем более распространять. И я скажу об очень важной вещи, наверное, сейчас, об имидже компании. То есть мы должны показать, что нас много, мы представляем, ну, это подразумевается, мы не должны так говорить, но когда нашу петицию подписали больше 10 тысяч человек, это, собственно, об этом и говорит, хотя не напрямую. Вот. И мы профессионалы. Соответственно, ваши оппоненты, они будут, как правило, использовать антиаргументы, то есть, вот, они там такие-такие, там борются за власть, они никого не представляют, они ничего не знают, врут и так далее. Соответственно, надо просто грамотно доводить информацию и показывать со своими действиями, что это не так. Соответственно, сайт, это чуть попозже, это более немного трудоемко, вот, но не надо переусердствовать достаточно простого WordPress. Задача — это упорядоченная основная информация по проблеме. Заголовки статей, они находятся через поисковики, в отличие от постов, группов, которые невозможно найти там через пару недель. И фиксируйте упорядоченное с самого начала все важное для подкрепления вашей позиции. Например, застройщик обещает в рекламе, что он заасфальтирует всю набережную, вы это берете и копируете, потому что, если через год вы будете говорить, что вот он там такое-то писал, то это не вы не найдете, и все уже давно забудут. А это важно, между прочим. И сайт должен давать возможность удобно и быстро находить нужную информацию. Прежде всего для вас, потому что публичная кампания — это прежде всего нематериальное воздействие, это информация и распространение. И вы должны иметь возможность быстро подкреплять свою точку зрения. И для этого сайт очень удобен. Так. Итого. Ваши ресурсы на внешней аудитории — это соцсети, сайт, чаты, петиция. Когда мы делаем обновление петиции, то все это приходит на почту тем, кто на нее подписан. Это тоже очень важный канал. Там, если у вас 10 тысяч подписей или еще сколько-то, ни в коем случае не игнорируйте. Неизмеримые ресурсы — это ваша репутация, известные доверия. Телефоны — это для рассылок смс или обзвона. И электронные почты — это одна из важнейших, наверное, вещей, которые надо собирать, которых вначале практически нет. Но они значительно лучше работают. В частности, Greenpeace говорят, что о них очень важны именно электронные почты. И внутренние ресурсы — это сообщество, ваша инициативная группа, которая возникла, контакты СМИ, экспертов и ваш опыт. Соответственно, для всех этих ресурсов важен принцип безопасности, то есть доступ к ресурсам только у тех, кому он нужен. У вас должен быть централизованный контроль информации, коммуникации и ресурсов. Ну, коммуникации — это такая очень важная вещь в пиаре, это такая область, что должна быть централизованная выдача информации, потому что если каждый будет говорить то, что он хочет, то это будет не очень хорошо. Но специалисты пришли к такому выводу, и я с ними согласен. И если вы главный организатор компании, то вы должны контролировать все ресурсы движения и знать, что вы не контролируете, и отделять. Потому что, ну, например, был случай, когда активисты вели компанию, развивали, а через какое-то время, когда они раскрутили группу на Фейсбуке, оказалось, что там модераторы какие-то анонимы, и они просто раскрутили группу непонятно кого-то. И такого делать нельзя. Вот. Это теперь про современную ситуацию в России. Очень важно это понимать. У большинства почти нулевой опыт участия в общественной деятельности, то есть они не знают, как участвовать в митингах, юридические вещи не знают, а тем более, как это организовать не знают. Ну, то есть не только прийти ни разу не приходили. Очень низкий уровень политической культуры, то есть вопросы демократии, цензуры, нетолерантности, которые, в принципе, могут очень сильно мешать в организации компаний, они у большинства людей, к сожалению, отсутствуют. Ну, и вот, если кто следил за митингами по ареновации, то с демократией, с обсуждениями очень было, в общем-то, плохо. Это все все читали, ну, те, кто близко интересуется. Огромный раскол общества, но это, прежде всего, благодаря нашим СМИ, государственной пропаганде. А все-таки, если мы хотим массовую кампанию, то это не для, там, десятка активистов, а это для жителей, как бы местных, которые действительно читают на Фейсбуке, а смотрят какие-нибудь телевидения, к сожалению. Так, раскол общества. Очень низкий уровень доверия. Это одна из тоже важнейших вещей. То есть среди активистов тоже будет недоверие. Очень мало организаторов. Ну, вот, за время скинки, скворез, тогда это была очень большая проблема. Сейчас мне кажется, что это чуть лучше, хотя тоже кажется, что это все равно так и осталось. Ну, может быть, чуть выше. Ну, было тоже больше организаторов. Еще есть эффект Данина Крюгера из психологии, который, то есть люди, которые ничем не участвуют, они при этом еще знают, как на самом деле надо вам вести свою компанию. Они вам будут это указывать. И у противников есть, собственно, все те же возможности, что у вас, кроме правды и поддержки населения. Ну, это, прежде всего, какой-то административный ресурс, например. Вот. Соответственно, ну, пример, насчет контроля очень важно контролировать все аспекты компании, потому что, например, я участвовал в компании, там были адвокаты, которые очень хорошо говорили со СМИ, писали все с этим, но я не углубля... В общем, когда через какое-то время углубились, то выяснилось, что с юридической работы было все просто ужасно, а мы это как-то просто доверились. В общем, надо все контролировать самому, вот. И потому что... Потому что предыдущие, потому что люди не умеют, как бы это работать, они будут использовать это не очень хорошо, и, вот, например, вот база телефонов оказалась света в одной из компаний, то есть вопрос о безопасности тоже, как бы люди, которые впервые в чем-то участвуют, они этого не очень хорошо знают, поэтому лучше это все именно самим контролировать, и соцсети также, ну, в общем, да, такие грустные примеры. Соответственно, теперь по направлениям работы смеют, ну, да, то есть распространение информации это всегда, в общем-то, хорошо. То есть мы ведем деятельность в рамках закона, нам бояться нечего, данные люди, вот, мы там, не знаю, какие-то люди в масках, вот, поэтому мы распространяем информацию, в которой собственные акции, рассказываем о каких-то действиях, которые могут иначе не попасть, например, там, рухнул кран на стройке, ну, соответственно, компания про это не будет писать в СМИ, а мы можем написать, наверное. Соответственно, ну, главное, что надо отправить информацию, когда она есть, потому что множество случаев было, когда, например, там, возбудили уголовное дело, и про это никто не узнал, вот, потому что активисты, ну, просто не понимают, или они организовали акции, но не написали в СМИ, спрашиваются, для чего, как бы, то есть, это, на самом деле, довольно сложная профессиональная работа, но этому можем научиться, вот, это отдельная тема. Так, ну, соответственно, не стоит бояться, что про вас никто не напишет, потому что вначале может быть интересно, что про это никто не написал, а потом, когда про вас уже писали, то они скажут, вот, мы уже освещаем тему, хотя, может быть, и другая ситуация, вот, то есть, все ровно наоборот, но в любом случае, если ваша проблема общественно полезна, то про нее будут писать, вот, и это очень хорошо, это также показывает ваш профессионализм, и также это очень поднимает уважение к вам и внутри, сообщества, инициативной группе к самой себе, и среди местных жителей, потому что СМИ — это более высокий уровень доверия, к социальным сетям, ну, и просто люди больше верят в СМИ, чем тому, что пишут активисты. И, в общем-то, тоже это правильно, потому что у СМИ профессиональные, более профессиональные, объективные подходы для многих активистов. Ну, хорошо, юридическую работу надо писать во все возможные инстанции, потому что часто бывает, что одни инстанции пишут, что все законно, а другие штрафуют на миллион, вот, и отправлять результаты в СМИ, это тоже важно, вот, то есть, это такая синергия, в общем-то. Соответственно, здесь я меньше всего знаю, потому что, наверное, надо действительно очень сильно заниматься этим, и когда в группе есть юрист, то это очень серьезное преимущество, вот, это нельзя игнорировать. Так, соцсети, соответственно, через них мы собираем людей на акцию, но их, естественно, по всем, по всем ресурсам, потому что чем больше людей приходит, тем лучше. Распространяем всю информацию о проблеме, то есть больше пишем, чем, например, на сайт, против отправить письма в инстанции, коллективные обращения, выкладываем в соцсети и все властях, и подбор волонтеров. Физическое блокирование, это тоже, мы собираем контакты, собираем волонтеров из тех, кто пришел в флайне, пишем в соцсети, если что-то уж совсем важно, то можно и в СМИ, и здесь очень важна юридическая поддержка тоже, потому что, если мы просто говорим полиции, что мы там вышли за какую-то статью Конституции, то это одно, а если мы показываем там ответ из какого-то органа, что вот там здесь такие-то работы запрещены в такое-то время, то, естественно, это гораздо больше будет эффект. СМС, это оперативно, но дорого, имейл рассылки, это я говорю, но при этом эти вещи, они как раз менее знакомые людям, и они технически, наверное, более сложные, имейл крупные рассылки тоже платные, наверное, но можно создавать менее крупные, типа, Google, рассылки, Соответственно, это все профессионально, но на самом деле оба все это очень, ну, достаточно сложно, хотя и можно. Есть очень хорошие инструкции по работе с волонтерами, там, в частности, написано мотивация людей, как их удерживать в компании, потому что мы используем зачастую труд волонтеров, как бы, у нас нет ресурсов, чтобы кого-то принимать, и в любом случае у наших оппонентов денег, например, будет значительно больше, вот, это очень важно именно в волонтерах. Пиар, то есть работа со СМИ, двусторонней коммуникацией, комьюнити менеджмент, это современная область, социальная психология, она много объясняет, ну, СММ, анимео-маркетинг, ну, в бизнесе вот эти многие инструменты применяются, и можно также применять их в общественной деятельности, они разработаны и надо этим пользоваться. Соответственно, какие могут быть результаты у компании, это создание институтов гражданского общества, то есть какое-то ваше местное сообщество развития, улучшение среды обитания, решение социальных, инфраструктурных, экологических и так далее проблем, опыт организаторов, участников, создание новых информационных ресурсов, то есть мы пришли к выводу, что надо создавать чаты районные в Телеграме, например, вот они создали и в следующий раз кому-то будет проще, потому что уже будут чаты с активными жителями. Изменение управления в пользу общества, продвижение демократии, рекомендации, права. Ну, то есть, например, будут выборы муниципальных депутатов в Москве осенью и было бы очень логично, если бы те люди, которые борются за свои парки, вообще за права жителей, они бы пошли в муниципальные депутаты, потому что это, я считаю, очень важно. Так, где брать ресурсы? Везде. То есть, вы представляете общественные интересы и вам все обязаны, собственно, помогать. То есть, это могут быть партии-политики, но тут есть риск антирейтингов этих партий, поэтому с осторожностью, но аналогичные медийные люди могут про вас что-то написать. Надо искать медийных людей местных каких-то или кого волнует ваша проблема. Местные активисты, муниципальные депутаты, создавать свои ресурсы, чаты, группы и так далее. Есть еще такой механизм про юридическую помощь про гону, то есть, ну вот, из теплицы социальных технологий, то есть, есть профессиональные сообщества, которые предоставляют свою помощь бесплатно. Соответственно, можно у меня тоже спросить, если что-то конкретно надо. это все получается. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, у нас все выйдет по времени. У нас есть еще пять минут таких точных вопросов для Ярослава. Я предлагаю, если у вас есть вопрос, если вы представитель какой-то компании, то вы, пожалуйста, представляете сразу, что мы, например, понимали тоже, какую-нибудь цифру вы представляете. Вот. Да. Можно сидеть. Да. Здравствуйте. Датьяна Чернова, представитель «Жене спасем Кроватские холмы». У меня два вопроса возникло по ходу вашего рассказывать. Поподробнее можно вот про петиции на ченч и на рои, какой от них эффект вообще какой от них толпе есть? Ну, на рои там основным бонусом является то, что когда там будет больше 100 тысяч подписей, то ваша петиция рассмотрит кто-то там. Ну, во-первых, неизвестно, как они это рассмотрят, а во-вторых, попробуйте собрать 100 тысяч подписей. Ну, то есть, там были какие-то петиции, но из общественных известных компаний им неизвестны. То есть, там, дубки, там и прочее, кого мы знаем, на рои они как-то много не собирали. А на член-джорк, например, за Кускова собрали 150 тысяч подписей. И, как бы, чисто публично это выглядит более серьезно, эти 150 тысяч, если мы будем говорить, мы собрали полторы тысячи подписей. Если вы учете, это только для СМИ, что можно об этом сказать, что мы собрали 100-ших подписей. Вот мы, например, больше 20 тысяч, да, собрали? На член-джорк? Да. Это важно, где? Ну, вот, хорошо. То есть, просто, чтобы эти повалиться везде, да? Это публичное давление, да, это часть вашего имиджа. И очень важный инструмент, как бы, остановки, это показывает вашу массовость. И петиция, как раз она говорит о массовости, вот, и так же, как число публикаций в СМИ, число акций, они тоже создают такую видимость массовости. Но, поэтому, не, ну, можете пробовать, конечно, но мне неизвестно, чтобы на роли что-то было успешнее. Еще можно один вопрос про сайт? Вот, как вы считаете, одностраничный сайт Лиджи или который с разделами? Какое ваше мнение? Ну, раздел, безусловно, должны быть, потому что у вас информация, она будет по многим-многим аспектам. Вот, ну, одностраничный с него, как правило, идут какие-то другие разделы, вот. Ну, то есть у вас есть юридическая вещь, есть юридическая, есть отдел, например, публикации о нас и так далее. Ну, мы тоже думаем о каком-то более эффективном дизайне, вот, новости. Но, в целом, я не думаю, что очень много людей читают сайт. Мне кажется, что гораздо больше читают именно на соцсети, а на сайте, там просто удобно, как я писал, именно упорядочить информацию и как-то ее сохранять для поисковиков. Спасибо. Спасибо. Еще еще? Видимо, на сайте действительно должна быть информация более стематизированная, постоянная. А в социальных сетях какая-то текущая информация по сходу действий? Ну, новости на сайте тоже надо обновлять, но такие, более редкие, чем то, что в соцсетях. В соцсетях, особенно в группе, там гораздо больше. Я, как вы сюда пришел, я просто акт-сософия, как про естественную профессию компанию, мы делали 16 артистских компаний, в том числе проектом был про Кимкин. Я просто тебе вопрос к этому практику, про имидж, про то, что вот мы учащиеся в шар-дейс, я представляю себя, я такой же житель, как вы, но, допустим, Карина Калиман, потому что я знаю, что она же главный сцел, который изучает как раз протестные и социальные инициативы, она написала, что в российской парадоксе отличает Европу, люди, из-за слабкости связи между людьми, люди хуже и хуже доверяют такому же, как я, но гораздо лучше, доверяют если человек с тобой, и он носит какую-то власть, либо он чиновник, либо он обладает какой-то знанием, он адвокат, он юрист, то есть кто-то, кто выше меня, сильнее, я могу с ним быть. Допустим, я сейчас постепенно приведу, вот по поводу имиджа, опять же, вчерашний месяц по инновации, землянный район, получился технино выше, чем большая группа, там человек под сотни, единая группа, хотя наш район не вошел в список, то есть казалось, какой район, зачем выходить, да, какой район? и там я чувствую, здесь ощущение, что люди вышли во многом от них близко, вы знаете, такое ощущение праздника, да, мы делаем яркие плакаты, мы хотим куражиться, а поэтому, наверное, тем район, к которым вошли в список инноваций, им, наверное, вот приходить с таким имиджем, что давайте мы сейчас организуем такой эмоциональный драйв, праздник, наверное, было бы странно, потому что на какой праздник надо сейчас относить ужас, нам нужна борьба, борьба. То есть, вот по тому, как бы, резюмируя, по тому опыту, можно сказать, что в последнее время есть какой-то такой, ну, основной вход, какой-то имидж, да, если я так представляю, я представляю себя как жителя, либо представляю себя как опытного, не знаю, общественного активиста, а еще у меня есть юридические знания, либо я говорю о том, что, ребята, давайте мы сейчас строим драйвовый, драйв, энергия, будет весело, и мы все вместе против этого зла победим, или, там, есть такая еще стратегия, что наоборот, значит, давайте, наоборот, окапываться, мы с вами приходим, я серьезный активист, я буду бороться, 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 то есть, на котором имидж, я не знаю, вот почему он выбирает? Сейчас, давай, тут несколько вопросов, я постараюсь не добыть всех, начнем скорее, как бы, но, я, кстати, не писал, что мы такие же, я написал, мы представляем интересы жителей, то есть, на самом деле, вот эта проблема доверия, и проблема полной, полного разброда, как бы, когда каждый делает, что хочет, это очень большая проблема, и когда у вас есть авторитет, и какой-то имидж, если вы муниципальный депутат, например, то это действительно большой плюс, но если вы местный муниципальный депутат, потому что если вы из какого-то очень далекого района, то у всех будет такой постоянный вопрос, а почему ты себя защищаешь? Ну, как бы, у меня нет такой претензии, но у многих людей, они, к сожалению, есть. Насчет компании, соответственно, я приведу простой пример, вот буквально полгода назад, там, действительно, люди говорили, что вот, будем окапываться, что вот там, мы тут дежурием, нам придет голову правой, давайте там, это самое, короче, будем готовы к худшему, и в общем, через какое-то время туда пришел инспектор, который сказал, что вы здесь поставили палатки, мы вас оштрафуем сейчас на, там, 300 тысяч рублей, ну, можно сказать, 300 миллионов, например, вот, после чего они сразу же свернули палатки и убежали, как бы, то есть, вот это запугивание, оно абсолютно контрпродуктивно, вот, далее, вся общественная деятельность, важно, она чисто добровольная, и многие люди, они что-то из нее получают, они участвуют, если они получают больше, чем отдают, соответственно, важно, чтобы все эти ресурсы, о которых я писал, чтобы они были скорее позитивны, ну, без какого-то там, сумасшествия, но, чтобы там не было склок, там, скандалов, чтобы там действительно человек мог прийти, во-первых, ему комфортно с единомышленниками, во-вторых, там просто важная информация, ну, и какое-то общение, конечно, потому что это все социальная вещь, вот, а далее там, какой плакат слишком праздничный, какой там, трагичный, это, в принципе, вопрос уже конкретный, вот, ну, все, как считают, там еще что-то было, может, примерно все, ну, вот.